Мы все живем через язык, понимаем себя, понимаем мир. То есть, куда нас может завести вот этот язык психологии в общественном поле? С начала войны этот язык, знаешь, как говорят, с линьон в три дня. Вдруг исчезли все эти абьюзы, харассменты, по крайней мере, на некоторое время. И появились простые слова с четырех букв. Боль, гнев. Едином порыве — это, собственно, попытка унифицировать эмоциональное состояние всей нации, когда ты говоришь не про гражданина, а про нацию. Вы должны любить родину только вот таким способом. По эмоциям, по тому, как они проявляются, по тому, на каком языке они говорят. Мы как бы выбираем себе сообщество, мы выбираем себе какие-то свои вот эти эхокамеры. Получается, что любовь — это подпросвещение, да? На самом деле, любовь — это про познание другого. Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале «Саперы Ауды». Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Мы все живем через язык, понимаем себя и мир. На фоне развернувшейся чудовищной конвенциональной войны мы видим появление хрупкого эмоционального человека, который следит за словами и очень болезненно воспринимает нарушения своих границ. Как уживаются эти две реальности и как связаны между собой? Об этом и немного о любви поговорили с журналисткой и социологом Полиной Арансон. Полина, я очень рада, что мы сегодня с тобой говорим, потому что у меня накопилось очень много вопросов про чувства, эмоции и про человека в целом. Мы все живем через язык, понимаем себя, понимаем мир. И вот последние, особенно два года, на фоне развернувшейся неожиданно конвенциональной войны, жестокой, появляется тип эмоционального, чувствительного человека, хрупкого, тип снежинки, который всячески оберегает свои границы, следит за всеми вербальными, в том числе, нападениями. И как эти две реальности сейчас уживаются? То есть кажется, что это как бы две противоположные точки, а все мы должны находиться где-то посередине. И связаны ли как-то между собой вот эти две реальности – жестокость и повышенная чувствительность? Ну, эти две реальности, безусловно, между собой связаны. И мне кажется, что с началом войны язык, о котором ты говоришь, он изменился. Потому что мы с коллегами, с группой социологов, психологов, журналистов, исследователей культуры, разных людей, которые следят за тем, что происходит в общественном пространстве, буквально за два месяца до начала войны издали книжку, сборник, который называется «Разговорник новой реальности» от абьюза до харассмента. И мы попытались там отрефлексировать язык, про который иногда говорят, и я это говорю в кавычках, что это язык всех самых снежинок, или что это язык так называемой новой этики. По сути дела, это язык, состоящий из терминов, заимствованных из терапевтической или квази-терапевтической лексики, и в какой-то степени замещающий слова, которые бытуют в русском языке для описания чувств. То есть вместо «нет сил» мы говорим «я не в ресурсе», или вместо «насилия» мы говорим «это абьюз». И нам было интересно посмотреть, откуда эти слова берутся, почему люди чувствуют необходимость их употреблять. Из лингвистики мы знаем, что не бывает такого, чтобы слово было, а явление за ним не стояло. То есть если появляется какое-то новое слово, значит, людям это надо. Они хотят сказать что-то другое все-таки. И мне кажется, что когда мы собирали этот словарь в 19-20-21 году, вот этот язык, он прорвался как будто не то чтобы из ниоткуда, то есть он назревал, он бродил, как пиво бродит или вино. Настаивался. Настаивался, настаивался, да, в каких-то отдельных сообществах, или, как антропологи эмоций говорят, в эмоциональных убежищах, да, в каких-то сообществах людей, разделяющих ценности вот этого бережного отношения, забота о себе, и вот на волне как раз движения БЛМ, и это тоже связано очень сильно с ситуацией пандемии, да, тоже опять же с ситуацией чрезвычайной уязвимости, вот этот язык, он в соцсетях просто как вулканически прорвался наружу. И в тот момент казалось, что это какая-то совершенно переломная какая-то история, что у нас совершенно меняется публичный дискурс, и в нем возникает какой-то принципиально новый язык, описывающий отношения субъекта и социальной реальности. Почему нам этот язык важен, да, потому что он не просто про человека одного, и это не просто отдельные люди, которые где-то на кушеточке о себе рассуждают, это язык, который описывает отношения субъекта и социальной реальности. Поэтому нам казалось важным его понять и ухватить. Но вот по моим личным наблюдениям и ощущениям, и мне бы очень хотелось сделать какое-то более внятное следование на эту тему, с начала войны этот язык, знаешь, как говорят, с линьов три дня. Я помню очень хорошо, например, когда в Беларуси были массовые протесты, и там происходили совершенно чудовищные вещи, в белорусских сегментах соцсетей люди писали, что Лукашенко абьюзит нацию, что это домашнее насилие, экстраполированное на всю страну, и описывали эту ситуацию, продолжали ее описывать в таких квазипсихологических терминах, например. То есть этот язык, казалось, еще годился, по крайней мере, в белорусских реалиях. Люди его употребляли еще для описания того, что там происходило. А вот когда случилось полномасштабное вторжение, в русскоязычном российском сегменте соцсетей, в Фейсбуке, который я читаю в исследовательских основном целях, вдруг исчезли все эти абьюзы, харассменты, по крайней мере, на некоторое время, и появились простые слова с четырех букв. Боль, гнев, страх. В страхе, кажется, пять букв. Простые, знаешь, такие, как в детсадовских книжках, такие простые формы монохромные. Желтый квадратик, черный шарик. То есть вот эта терапевтическая нюансировка пропала. Потому что сама конвенциональная война так опростила жизнь, потому что все стратеги в один голос говорили, что не может эпоха больших войн, когда танки противника идут на другие танки, она закончилась. Потому что зачем человечество вообще вот это все придумывало, до 80 лет мирной жизни. Тем не менее война, вот в том ее виде, в котором она, полномасштабное вторжение началось 24 февраля, она, собственно, обнулила все эти нюансы. Наверное, с языком такая же история. Ну, какая-то похожая история случилась, да. Упрощение, действительно, очень сильно упрощение. Я не хочу сказать, что это плохо. Это действительно, мне кажется, что это был момент, когда действительно прорвался аффект, да. Не эмоция каким-то образом снюансированная, уложенная в какой-то фрейм, да, каким-то образом очень тщательно, выверенная, настроенная, да, вербально, там, какие-то весь вербальные настройки или то, чтобы тебя поняли именно те, к кому ты обращаешься, да. Это очень простые слова, к которым можно обратиться ко всем. Слово «боль» понимают все, слово «гнев» понимают все. И произошла еще одна интересная вещь, про это сейчас много говорят, то, что люди заговорили стихами. Произошел взрыв поэзии. И я совершенно не лингвист, не исследователь литературных форм, но это просто очень заметно, и как раз исследователи лингвисты или исследователи литературы веда, они тоже про это говорят. И уже проводились даже конференции по исследованию вот этих новых стихов, которые пишутся с обеих сторон. С одной стороны, Портал Госуслуги проводит конкурс на лучшее зажженное стихотворение, а с другой стороны, появился огромный поток антивоенной поэзии. И это тоже очень интересно, то, что вот эту реальность, ее как будто вот этим квазитерапевтическим языком, ее ухватить невозможно, потому что это та реальность, которая как раз все твои вот эти самые личные границы сносят просто по полной. И реагировать на нее этим языком не очень получается. Там нужен какой-то выход такого сырого аффекта. И вот он упаковывается вот в эти новые формы. Но знаешь, если возвращаться к твоему вопросу изначальному, извини, я очень далеко ушла в сторону, про то, связаны ли эти явления, повышение градуса насилия в обществе с одной стороны. С другой стороны, декларируемая позиция «Моя хата с краю», я ничего не знаю, я защищаю свои личные границы. Мне кажется, конечно, это взаимосвязанные вещи. И второе – это реакция на первое в какой-то степени, а с другой стороны, к сожалению, условия для производства этого самого насилия. Если мы не спротивляемся, уходим в свои частные жизни целиком, то это насилие совершается от нашего имени из-за нас. Как это связано? Мы видим условных психологов национального уровня, так скажем, то есть людей, лидеров общественного мнения, которые взяли на вооружение язык психологии. Например, в Украине это был Алексей Арестович, который первые полгода сначала полномасштабного вторжения ввел вот эту психотерапевтическую часть. В России эксперт Екатерина Шульман, которая тоже очень оперирует этим. И видно, что людям это надо, людям это важно, но какие опасности здесь могут быть? То есть куда нас может завести вот этот язык психологии в общественном поле? Ну, сначала, наверное, я скажу, что эксперты используют этот язык не случайно. Я однажды разговариваю как раз Екатериной Шульман об этом. Мне было интересно, почему она пользуется концепцией травмы для описания происходящего, потому что она как политический философ, как исследователь политических процессов она обладает и другим языком для описания происходящего. И она говорит, ну, это тот язык, который все понимают сейчас. И это во многом так и есть. Это язык той аудитории, к которой эти люди обращаются. Они обращаются к образованному городскому населению. И образованное городское население как раз вот этот язык впитало, хорошо понимает, и он для нее самый легитимный, скажем так. Откуда этот язык вообще взялся? Почему люди к нему прибегают? Мы с моей коллегой Юлией Лернер, антропологом и исследовательницей в университете Бен-Гуриона в Израиле, мы с ней как-то много говорим о том, что этот язык — это некоторый такой субститут любых других форм говорения в отношениях индивида и социального, человека и общества, человека и политического. И в этом отношении, знаешь, помогает, есть такая концепция, которую вы в Европейском университете придумали, кажется, этот термин, синдром публичной немоты. Это дефиниция того, что люди чувствуют, что такое синдром публичной немоты. Это неспособность говорить о себе в публичном пространстве. Это неспособность вообще в публичном пространстве решать публичными же способами какие-то проблемы. И вот когда в Европейском университете начали на эту тему говорить, а это было где-то, наверное, даже в конце 90-х, в начале 2000-х, там речь была о том, что на постсоветском пространстве не сложилось и языка, на котором можно было бы спорить, вести дебаты, приходить к выводам. То есть, да, конечно, был язык публичный, но этот язык только утверждал распоряжение сверху. Этим языком невозможно было пользоваться для выражения позиций. для выражения позиций, да. И вот этот язык, заимствованный из терапевтической практики, он занял как бы эту лакуну. Это тот язык, который помогает людям, наконец, высказаться о том, что с ними происходит. И в этом смысле психотерапевтическая практика и ее популяризированные формы и терапевтический язык, они вообще, конечно, сделали очень много для того, чтобы эмансипировать постсоветского человека. Тоже есть замечательное совершенно исследование американского социального антрополога Томаса Матца. Он исследовал то, как психотерапия в постсоветской России создавала нового человека, скажем так, да, какие она приносила с собой новые нормы, ценности, установки, которые люди через терапевтическую практику или, как минимум, через популяризированные формы впитывали и мучились. И вот идея того, что человек автономен, что каждый из нас является какой-то суверенной личностью, отвечающей целиком за свои поступки. И эта личность, которая имеет в том числе какое-то гражданское измерение, вот эта идея, она и в некоторых, скажем так, течениях психотерапии, она очень выявлена. В конце концов, кто, как не многие российские психотерапевты встают на защиту разных дискриминированных групп в ГБТ или кто, как не они, борется за введение закона о домашнем насилии и так далее. То есть, на самом деле, конечно, психотерапевтическое представление о том, как должны быть устроены отношения власти и как человек там должен находиться и может ли он им сопротивляться, оно очень эмансипирующее и в нем много очень каких-то демократических вещей. Причем, если ты будешь говорить психологами, они тебе очень часто скажут, мы вне политики и вообще у нас, как бы мы никакие ценности не насаждаем. Да, это профессиональная позиция у нас ценностей, мы через свою практику никакие ценности не насаждаем, мы работаем с конкретным клиентом, но социологически, со стороны, да, сам факт того, что я выслушиваю другого, я даю ему пространство для высказывания, я его принимаю и я даю ему язык для описания того, что со мной происходит, это ценность. Ребята, вы эмансипируете, вы добавляете как бы что-то к процессу демократизации. Но в России так страшно про это говорить, да, в России настолько опасно быть частью политического процесса, что вот эта декларативность «мы вне политики», она для этого сообщества просто жизненно необходима. Есть очень популярное вот это течение, оно в том числе и в западном мире, о том, что мы не просто вне политики, да, а мы вообще вот думаем только о сохранении себя, то есть это условное как бы искусство пофигизма, да, о том, как вообще не воспринимать никакие угрозы, вызовы и какие-то там запросы от мира, а думать только о том, как это вот делать внутри своих личных границ. Ну, ты знаешь, я думаю, что это можно назвать аполитичным, я по этому поводу часто вступаю в дискуссии с ребятами из лаборатории публичной социологии, потому что они вот это называют аполитичным, ну и вообще это много кто называет аполитичным. Я так не считаю. Мне кажется, что просто нам необходимо пересмотреть понятие политического, что это такое, когда люди декларируют свое неучастие в политике, они совершают политическое высказывание. Я вне политики, это политическая позиция, которую надо так и рассматривать. И мне кажется, что очень опасно говорить о том, что эти люди просто вообще от всего отказались. Мы с ними не играем, они с нами не играют, потому что они решили отгородиться, они занимаются только собой. Что значит, они занимаются только собой? Там же есть в их позиции такое яростное отмежевание от того, что они называют политикой. И это характерно действительно не только для России. Опять же, есть прекрасное исследование про современную Финляндию, о том, как там это происходит. Финская антропологиня, исследовательница Суви Салминемя разговаривала с людьми, которые занимаются йогой, погружены в какие-то веганские практики, какие-то эзотерические практики, которые тоже создают сообщества декларативные, не политические. Но если изучить их повестку, а повестка у них есть, то становится понятно, что вообще говоря, это протополитические сообщества, они не хотят участвовать в тех отношениях власти, которые вокруг них имеют место, и они не хотят участвовать в том публичном дискурсе, который вокруг них тоже имеет место. Разговор о том, что вся пресса врет, это все fake news, мы это все слышим и в Германии, и в России, и в США, это очень опасные вещи, когда люди все публичное пространство видят, как пространство лжи. Политика грязное дело. Политика это грязное дело, мы об этом не будем бороться. Это все серьезные политические высказывания, на основе которых эти люди формируют свою собственную повестку. У них есть идея общего блага, и у них есть какая-то идея общего будущего. она может нам не нравиться, например, но... Нельзя говорить, что ее нет. Нельзя говорить, что ее нет, и нельзя говорить, что они только живут защищая. Когда человек говорит, я хочу просто сберечь себя, на самом деле он хочет что-то сказать о том, как он видит свое место в мире, какого будущего он желает себе и своим близким, и через какие инструменты он будет его достигать. поэтому мне кажется, что эти люди участвуют в политике. Своим как бы неучастием в публичной политике они на самом деле в ней и участвуют. Авторитарная власть может брать на вооружение вот эти элементы психологического языка, и как здесь вот эти формулы личного взаимодействия, как обращение к той же травме работают в пропаганде, например? Ну, она не просто может, она уже это делает вовсю. Вот, например, международный мемориал был закрыт на основании того, что его деятельность вызывает у граждан депрессию. Решение прокуратуры именно в таком формулировке было вынесено. То же самое с блокировкой инстаграма в России. Государство как бы делает вид, что оно заботится о душевном здоровье своих граждан. Это очень хитрый трюк. Государство тоже не дура. Государство поняло, что это тот язык, которому люди доверяют. Опять же, именно потому, что все состояние публичной сферы у людей вызывает очень много вопросов. Они относятся с большим недоверием ко всему, что они слышат от так называемых каких-то экспертов по-политическому. Вот как раз разных Блиновских и Лобковских вот их-то люди читают. И Марка Мэнсона того самого тонкоискусства пофигизма. Это и есть те источники, из которых люди берут свои установки ценностные, свое представление о том, как и когда надо участвовать в общественной жизни. И власть имущие хорошо это поняли. И они апроприируют этот язык для того, чтобы именно на нем обращаться к своим гражданам. И по сути дела власть хочет сформировать эмоциональный режим. Тоже понятие социологии, социальной антропологии, что такое эмоциональный режим. Это система выражения эмоций. То какие эмоции можно выражать когда, кому, в какой форме, какие эмоции допустимы, какие эмоции недопустимы, в каких контекстах, как осуществляется так называемый эмоциональный труд, кто им должен заниматься. Это все попадает под определение эмоционального режима. И мы знаем из социологических исследований, из истории эмоций, что любая власть, не только авторитарная, вообще любая власть хочет создать не только политический, но и эмоциональный режим. Ну, скажем, придворный либертинаж, это тоже эмоциональный режим. Российская власть, она в своем репертуаре вводит свой собственный эмоциональный режим сверху и, как всегда, ну, скажем так, запрещенными методами ниже пояса. Например, опять же, вот одна из новейших разработок, которая уже пару лет как ждет все сообщества психотерапевтов, психологов и профессионалов, работающих в этой сфере, это принятие закона, регулирующего деятельность психотерапевтов. Такого закона пока в России, ну, как бы, единого закона пока нет. И вот он уже пару лет находится на рассмотрении в Думе, и с одной стороны, многие профессионалы считают, что вообще неплохо было бы принять какой-то закон, который бы деятельность специалистов в этой сфере регулировал. Шарлатанство, разного рода шарлатанства в этой сфере как раз очень много. Психологом может себя назвать сейчас в России едва ли не каждый, у кого есть доступ к Ютубу, где можно записывать какие-нибудь замечательные успокаивающие ролики. С одной стороны, поэтому необходимость такая есть, но с другой стороны, содержание того закона, который сейчас находится на рассмотрении, оно вообще не об этом. Оно о том, чтобы вменить психологам и психотерапевтам цензуру, конечно, на то, что они делают, на то, чтобы ограничить им возможности в работе с разными типами клиентов. Ну и когда этот закон обсуждался, то некоторые из участников этого обсуждения говорили о том, что мы должны лишать лицензии тех психологов, которые вызывают у своих клиентов оппозиционные чувства. Если они эти чувства разогревают и поддерживают, то таких психологов мы должны лишать возможности работать. Хороший психолог в России должен, так сказать, подогревать чувство любви к родине и вообще, так сказать, настраивать пациента на адаптацию к той среде, которая вокруг него сложилась. Если отойти от авторитарных режимов, в принципе, в демократических тоже очень часто происходит, как мне кажется, манипуляция чувствами и эмоциями, по крайней мере, на уровне их называния. Вот, например, сейчас мы видим, как в разных сферах обобщаются и, как мне кажется, искажаются понятия вины, стыда и ответственности. То, что изначально кажется личным, экстраполируется, например, на нацию. Вот эта коллективная ответственность или стыд за государство. Что это такое, на твой взгляд, и какие здесь есть опасности? Это тоже попытка совместить политический режим и эмоциональный. И это действительно не новая вещь. Это так было всегда и так будет всегда. Любая власть обязательно производит способы регуляции эмоций тех людей, так сказать, своих подчиненных. В любом сообществе есть некоторый регламент вот этих самых эмоциональных норм, и именно из-за этого возникают так называемые эмоциональные убежища. То есть какие-то пространства, где можно альтернативно не так выражать эмоции, не так о них говорить, не так их чувствовать и так далее. Мне кажется, опасность здесь вот в чем. Это вообще такой интересный, есть на эту тему интересная дискуссия в социологии, в философии. Вообще уместны ли эмоции в политике? Есть школа, которая говорит, что нет. Чем меньше эмоций, тем лучше. Мы это сейчас видим и на примере России, и на примере Америки, и на примере Германии, и на примере очень многих других стран, что вот эта общественная поляризация, этот сдвиг вправо, он очень сильно связан с вот этим публичным аффектом. И какая там есть опасность? Опасность в том, что эмоция это такая штука, которая как бы человека как будто характеризует целиком. Эмоция это нечто, что вообще даже инкорпорируется, а эмоция это то, что ты выражаешь даже телом. Эмоция это какая-то очень цельная вещь. Человек и его эмоция, ну, психотерапевт, он затем и существует, чтобы учить людей одно от другого отделять. Вы это не ваша эмоция, у вас есть возможность от нее отойти. Но мы в повседневной жизни очень часто и самих себя, и других людей отождествляем с эмоцией. и когда в публичной сфере диалог, дебатка на диалог это даже уже не очень похоже, а какая-то дискуссия ведется в терминах эмоций, договориться людям между собой становится невозможно. Потому что когда, например, кто-то говорит «Я хочу, чтобы вы испытывали панику по этому поводу», Грета Тунберг говорит «Вы недостаточно паникуете по поводу климатических изменений. Я хочу, чтобы вы паниковали еще больше». Я здесь говорю не критикую ее, как бы не критикую, как сказать, я не хочу опровергать тот факт, что климатический кризис действительно существует. Речь сейчас вообще не об этом. Это о том, что мы людей, которые не испытывают ту эмоцию, которую испытываем им, мы перестаем считать достойными вовлечения в диалог, вовлечения в какую-то дискуссию. Точно так же выглядит сейчас состояние публичной сферы в социальных сетях, как минимум, когда речь заходит о войне. Все время люди хотят, требуют друг у друга, чтобы они испытывали и демонстрировали при этом, не только испытывали, но и демонстрировали и демонстрировали только в очень узком спектре форм те или иные эмоции. Вы должны, если вы «хороший русский» в кавычках, «хороший русский» это на самом деле интересный такой образ, это как раз субъект, который располагает определенные палитры эмоций и постоянно эти эмоции выражает. это даже не обязательно человек с какими-то ценностными установками или с какой-то политической программой. Это человек, испытывающий довольно узкий набор определенных эмоций и время от времени их по определенному канону в нужный момент выражающий. Если вы этого не делаете, или неправильно делаете, вы неправильно страдаете, вы неправильно выражаете свое сострадание жертвам, это же тоже совершенно безумная формула. Это не безумная формула, это социологически совершенно понятно, так всегда было, и так всегда будет, это и есть эмоциональный режим. Социальные сети просто создают ситуацию, в которой публичная дискуссия в принципе превращается в... в битву позиций, в битву эмоций, в битву эмоциональных позиций, да, и это опасно тем, что мы не можем разглядеть другого человека, мы не можем обратиться на самом деле к его позиции, мы не видим рациональности за эмоцией, да, если человек страдает не так, то мы уже не хотим понять, что он, собственно, имеет в виду, и что говорить, ну, как бы, я сама этому подвержена, я прекрасно понимаю, как это устроено, это очень сильные вещи, когда ты хочешь в ситуации кризиса такого мощного, как полномасштабная война, у человека есть большая потребность чувствовать эмоциональный резонанс с другими, это понятно, поэтому, и именно как бы по эмоциям, по тому, как они проявляются, по тому, на каком языке о них говорят, мы как бы выбираем себе сообщество, мы выбираем себе какие-то свои вот эти эхокамеры. полина, понятно, что катастрофа, она как бы поднимает все вот это вот темное, в общем, в людях, которые есть, какие положительные эмоции могут прийти нам на помощь в переживании этого времени, и у тебя есть исследование на тему любви, как любовь может спасти мир, и как мы можем говорить в эмоциях, которые созидательны, назовем их так. Мы опять возвращаемся к тому, о том только что говорили, вообще нужны ли эмоции в политической жизни, нужно ли руководиться эмоциями в своем социальном каком-то участии, я скорее все-таки, наверное, разделяю позицию тех исследователей, которые говорят, что эмоции все равно, их невозможно вычленить, как бы ни из политики, ни из социальной жизни, у них есть там место, оно никогда оттуда они никуда оттуда не денутся, и поэтому важно с этими эмоциями работать и как бы не демонизировать их, да, то есть вот эта ситуация, когда мы друг друга апеллируем только к эмоциям, это очень плохая ситуация для ведения политического диалога, это ситуация, выход из которой с одной стороны действительно находится в том, чтобы стараться возвращаться к аргументам, стараться понимать, какую позицию человек на самом деле придумал, срационализировал, она может нам не нравится, она быть ужасной, но хочется понять все-таки, да, какая за этой позиции эта рациональность, это с одной стороны, а с другой стороны действительно есть философская школа, есть представление о том, что люди могут использовать, скажем так, эмоции, то есть политические эмоции могут быть и важным очень инструментом социального единства, в этом смысле с ними тоже надо обращаться очень-очень аккуратно, да, это понимаем, я в этом смысле, наверное, осторожно разделяю позицию Марты Нусбаума, американской философини, которая написала замечательную книжку «Политические эмоции», она называется с подзаголовком «Почему любовь необходима для справедливости», и Нусбаум как раз защищает идею того, что любовь как политическая эмоция совершенно необходима, да, это, в общем, традиция очень давняя, идущая еще из просвещения и до, идущая еще из спора между Томасом Гобсом и Джоном Локом о том, что может предотвратить войну всех против всех, единственное, что может предотвратить войну всех против всех, это эмоция любви. И вот Нусбаум рассуждает о том, как еще со времен просвещения эта эмоция любви в политике ставилась под вопрос, потому что, с одной стороны, есть некоторая школа мыслителей, которая настаивает на том, что для того, чтобы в обществе было единство, действительно, как бы, необходимо в нем поддерживать эмоциональную гомогенность, то, что называется, все в едином порыве. Это та школа, которую отчасти разделяет Руссо, например, человек должен вернуться к своему аутентичному переживанию, и вот, как бы, все должны чувствовать примерно одно и то же по отношению к миру, к родине, друг к другу. Вот это вот общий эмоциональный настрой, вот он должен быть един, и тогда человечество, значит, будет существовать как-то без агрессии. Это невозможно. есть другая политическая, школа политической философии, занимающаяся эмоциями, которая тоже спорит с этим, говорит о том, что это форма насилия, нельзя заставить всех людей испытывать одно и то же чувство или одним и тем же способом его выражать. Это пропаганда делает, понимаешь, что это в едином порыве, это, собственно, вот попытка как бы унифицировать эмоциональное состояние всей нации, да, когда ты говоришь не про гражданина, а про нацию. Вы должны любить родину только вот таким способом, вы должны любить друг друга только вот таким способом, а ненавидеть мы будем вот тех маленьких зеленых человечков, и все дружно и в едином порыве. И когда Марта Нусбаум рассуждает о любви как обоснове справедливости, она имеет в виду совершенно другое обращение с этой эмоцией, она говорит о том, что любовь в этом случае это, скажем так, если это операционализировать эту любовь, да, это попытка удержания внимания на другом, да, на человеке, сообществе, группе людей не таких, как ты, попытка их дать им возможность быть такими, какие они есть, ну, в пределах, да, в пределах уголовного кодекса, что называется, хотя и здесь возникают вопросы, да, если любовь это основа справедливости, любовь это основа права, да, не закона, а права, потому что мы знаем, что законы бывают неправовыми, конечно, да, любовь это попытка признания за каждым субъектом права на его существование в том виде, в котором он есть. чужой, другой не значит чужой, ты понимаешь, что вы как бы разные, но вот существуете в одном пространстве. Это право на инаковость и в то же время право на несовершенство, и она рассуждает в этом старом анекдоте есть любовь между мужчиной и женщиной, есть любовь матери к ребенку, есть любовь к родине. Сейчас будут слайды. Она рассуждает про любовь к родине, то это тоже такая традиция просвещения, что любовь ко всем, любовь человека ко всему миру, ну, это как-то слишком абстрактно, а вот полюбить родину это как-то проще, полюбить нацию. То есть нация становится, да, нация становится таким, как бы, полем для выражения любви, и патриотизм это такой способ упражнения вот этой абстрактной любви. Тоже очень опасная идея на самом деле. Мне вообще кажется, что очень странная вот эта вот попытка, ну, знаешь, как в древней мифологии антропоморфности неживых предметов. В смысле, что любовь к родине это как бы очень странная история с точки зрения, что это как бы неодушевленные предметы, и ты не понимаешь, как испытывать Вот тут как раз Мартан Усбаум говорит, вот так любить не надо, да, любить надо не родину вообще, а любить нужно постараться людей, из которых эта родина состоит, со всеми их при этом недостатками. в общем, как бы за всю Марту Усбаум уже давно спел Юрий Ильянович Шевчук, в принципе, в общем, он, мне кажется, является носителем этой философии вполне себе. то есть любовь, это действительно признание другого, признание права на его существование, и мне кажется, что она говорит не о любви к ближнему, а о любви к дальнему, и это очень важный момент, потому что ближнего, полюбить того, кто похож на тебя, легко, в смысле, что... Ну, не всегда легко, но как-то это понятно, а вот какого-то совсем другого, непонятного на тебя, вот здесь нужен акт, того, что философам называют транскрессией, надо вылезти из своей кожи, и это тоже не про безусловное принятие, это именно про удержание фокуса внимания, про познание, то есть, вот мы вчера говорили с одной из участниц школы об этом, Соней Карипановой, потому что получается, что любовь — это путь просвещения, да, на самом деле это любовь — это про познание другого, и познав другого, мы начинаем лучше понимать его потребности, ее потребности, их потребности, да, мы начинаем лучше понимать, как сделать так, чтобы они попадали в систему права, как создать законы, которые были бы правовыми и включали в себя вот этих людей. Мне кажется, что вот в этом смысле любовь понята таким образом, это действительно очень важная политическая эмоция, она необходима просто обществу для выживания, она необходима именно для предотвращения вот этой войны всех против всех. Возвращаясь к самому началу нашего разговора, про людей, которые хотят просто жить в домике и никого не трогать. Мне кажется, что у них должно быть на это право, но и должна быть с этим правом сопряжена некоторая обязанность. И вот про это недавно я разговаривала с замечательным философом, философией, не знаю, согласилась бы она на такой фиминитив, с Оксаной Тимофеевой. Она замечательный совершенно мыслитель, очень интересные идеи у нее есть. У нее есть прекрасное эссе про мирных жителей. У нее есть такой сборник, называется «Это не то». Там есть это эссе. Что такое мирный житель? И она рассуждает там об упорстве мирной жизни как об этической категории. Люди, находящиеся в зоне военных действий, продолжают высаживать цветы на балконе, продолжают смотреть телевизор, водить детей в школу, пить коньячок. Вот эти все очень маленькие повседневные вещи — это упорство мирной жизни. Кто-то этих людей осуждает за то, что они недостаточно воинственные, они не участвуют непосредственно в военных действиях. Может быть, у них отсутствует даже внятная политическая позиция. Им будет лишь бы свои цветы высадить и картошку снять, так сказать, снять урожай картошки вовремя. Вот Тимофеева, она спорит с этой позицией, она говорит, что просто поддержание в жизни — это уже само по себе, это само по себе уже такой как бы этический акт. Я ее спросила, говорю, Оксана, ну хорошо, когда люди в Киеве сидят, пьют кофе, это одно. Вот когда люди сидят в Москве сейчас пьют кофе, это то же самое, но это все-таки не совсем то же самое, когда ты находишься внутри общества агрессора, внутри страны агрессора или когда ты находишься внутри общества страны, нации, которые как бы являются получателем этой агрессии, это разные категории. Мне кажется, что если человек оказался внутри общества страны агрессора и хочет жить жизнью мирного жителя, он имеет на это право, но вот эта эмоция любви здесь может проявляться в том, чтобы повседневно, постоянно задумываться о праве на мирную жизнь тех других, думать о том, чем я здесь и сейчас могу помочь таким же мирным жителям. Пусть у всех будет право на мирную жизнь, не только у меня здесь, но и там. И что я могу для этого сделать? И для этого не обязательно выходить на улицы, на самом деле. Ну, то есть, конечно, было бы прекрасно, если бы на улице выходить было чуть менее безопасно, и у людей было бы для этого больше возможностей, но мне кажется, что даже какие-то небольшие, но очень важные внутренние решения, например, если мой ребенок ходит в школу, где его принуждают ходить на разговоры о важном, может быть, я переведу его из этой школы. Это не... как сказать, эффект от этого будет замедленный, это понятно, это не остановит войну здесь и сейчас, но мне кажется, как этический императив, как реализация вот этого этического внутреннего императива, это важный момент, когда у тебя очень мало возможностей, ты не можешь прямо здесь и сейчас сделать что-то для того, чтобы прекратилось убийство, насилие над мирными жителями, такими же, как ты сам, по крайней мере, удерживать в голове, как ориентир, право тех, других людей тоже жить мирной жизнью, и делать то, что в твоих силах, не в чужих силах, не в идеале, не в листовке активистской, а то, что ты можешь здесь и сейчас, вот это, мне кажется, очень важный момент. И это не теория малых дел, это воспитание в себе вот этого категорического императива. На самом деле, Мирапа Мардашвили говорил, что дьявол появляется там, где мы перестаем мыслить точно. И вот, наверное, вот это вот проживание с одной стороны, понимание и называние. Это очень важно. И спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо тебе за прояснение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.